Привет всем! Это видео о том, как установить Windows 7 с DVD диска на компьютер или ноутбук с сохранением всех настроек и установленных программ текущей версии операционной системы вашего компьютера. Такой способ установки операционной системы будет актуален для тех, у кого есть необходимость обновить операционную систему к более новой версии. Но утерять данные, настройки и установленные на компьютере ПО никак нельзя. Предположим, что на тестовом компьютере у меня установлена Vista, Microsoft Office, есть документы и установлены программы. Для установки вам понадобится установочный диск с Windows 7, который можно приобрести или создать самому, а также ключ продукта к нему. Дополнительных настроек BIOS или Windows при такой установке производить не нужно. Только убедитесь в том, что на диске C достаточно места для этого, ведь более новая версия операционной системы, как правило, занимает больше места. Чтобы запустить процесс установки, достаточно вставить диск в привод и запустить его автозапуском или запустив файл setup.exe. Если загрузка с диска не происходит, то стоит проверить, загружается ли этот диск на другом компьютере или ноутбуке. Если и на другом компьютере не загружается, то значит диск не является загрузочным или он поцарапан. Нужно еще раз записать или попробовать другой дистрибутив Windows 7. В открывшемся окне установки Windows нажмите кнопку «Установить». Программа установки копирует временные файлы на компьютер. Windows предложит вам загрузить последние обновления. Логично установить обновленную систему. Для этого потребуется подключение к интернету и это сделает процесс установки более длительным. Но я все-таки рекомендую установить операционную систему без обновлений, так как это может стать дополнительной причиной возникновения ошибок при установке и может привести к блокировке установки. Все обновления можно будет осуществить после завершения установки без каких-либо последствий. Принимаем лицензионное соглашение. Выбираем тип установки. Это самый важный пункт процесса установки Windows 7. Выбрав полную установку, система предложит выбрать диск для установки Windows. При этом будут утеряны файлы, параметры и программы системного раздела. Данный способ нам не подходит, так как если данные, программы и настройки нам не важны, то тогда уж лучше осуществить чистую установку Windows, запустив установочный диск из-под BIOS. Обновление – это установка поверх существующей системы. При этом сохраняются ваши настройки и данные, а также установленные программы. Выбираем этот способ, так как вся суть обновления Windows из подработающей системы в том, чтобы сохранить их. После этого запускается непосредственно процесс установки и обновления Windows. Установка происходит в автоматическом режиме и не требует участия пользователя. При обновлении также используется средство переноса данных. Все файлы сохраняются на тот же раздел, куда устанавливается операционная система. По сути, дальнейший процесс ничем не отличается от полной установки Windows 7. Пока Windows устанавливается, хотелось бы остановиться на возможных проблемах, которые могут возникнуть в процессе установки Windows 7 с DVD диска. 90% всех проблем, связанных с установкой операционной системы, связаны с установочным устройством, неважно это диск или флешка, или самим образом Windows. Используйте исключительно официальные дистрибутивы от Microsoft. Известны случаи, когда ошибка при установке Windows была связана с незначительным механическим повреждением оптического носителя – диска DVD. Проблема решается записью установочного образа на исправный носитель. При установке операционной системы через оптический привод нужно убедиться, что устройство считывания работает нормально. Привод с севшим лазером читает не все диски и может допустить ошибку чтения в критическом блоке установочных данных. Также при записи образа на диск рекомендуется в настройках записи выбрать минимальную скорость прожига. Такой подход сокращает количество ошибок записи и исключает проблемы считывания данных при установке операционной системы. После обновления аппаратной части компьютера иногда сбоит из-за недостаточной мощности блока питания. Проблема проявляется в спонтанной перезагрузке системы в ходе установки или длительном необратимом зависании. Широко и печально известный синий экран смерти неизменно будет возникать при попытках установки Windows, если в оперативной памяти компьютера имеются поврежденные ячейки. Единственный способ решить проблему заменить неисправный модуль оперативной памяти. Непредсказуемым образом на установку могут повлиять присоединенные к компьютеру периферийные устройства. Поэтому если при установке системы возникает характерная ошибка, которая связана с оборудованием, отсоедините от компьютера все, кроме мыши и клавиатуры. В процессе установки Windows перезагрузится несколько раз, это нормально. Сам процесс установки займет какое-то время, после чего система предложит осуществить дополнительные настройки. Вы можете отложить решение и осуществить настройки позже, так как делаю я, или использовать рекомендуемые параметры, если вы начинающий пользователь. Выставьте часовой пояс и нажмите далее. Если компьютер подключен к сети, Windows также предложит выбрать сетевые параметры. Выбираю рабочая сеть. Если у вас есть ключ для Windows 7, введите его в следующем окне или уберите отметку с пункта автоматической активации и нажмите далее. По окончании обновления у вас будет чистая Windows, в которой сохранились значки рабочего стола, ваши файлы, пользовательские предпочтения, программы и их параметры. И в завершение хочу обратить ваше внимание, что при обновлении Windows таким образом ваш ключ от предыдущей версии не сохранится. Поэтому будьте готовы к тому, что вам понадобится новый для Windows 7. Если в результате установки, переустановки, обновления или сброса Windows, вами были утеряны файлы, вы можете их восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok